Аплодисменты Я еще позицию не выработала по этому делу, поэтому сегодня я не готова высказаться. А в этом доме кто проживает? Проживает пестица, проживает две мастерства. Ну то есть вы не пользуетесь этой долей? Я сейчас вообще ничего пояснить не могу вам. Вы мне не можете пояснить, пользуетесь вы долей своей в этом доме или нет? Нет, не могу. Ну скажите мне, естественно. Отвече пользуются? Никогда там не было ни одного дня не объявлено. Ну тогда от такого выгодного предложения, на мой взгляд, не отказываются. От какого выгодного? От которое я вам предлагаю. А вы полагаете оно в какой степени выгодное? Вам предлагают выплатить стоимость доли. Большинство людей обращаются с исками в суд, чтобы получить стоимость своей доли, которую они не пользуются. Я не большинство людей, я это я. Ну, вопрос простой. Из таких уже рассматривалось много. Я думаю, что захотите подготовитесь, посмотрите, чтобы выработать ту позицию, которую вы нам в процессе изложите. Ходатости есть какие-то? У меня есть... у меня есть ходатости. А, да, 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 да. У меня есть хода, да, 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 да. Отвечет ваш адрес Чернокурс, советская, 592, правильно? Да, правильно. Какое у вас ходатайство? У меня ходатайство вызвать Колесникову, Веру Николаевну, в качестве специалиста, потому что у меня к ней вопросы будут. Вы уточняете, зачем? Ну, я так понимаю, она настоящим экспертом не является. Тогда тем более зачем она... Она здесь как специалист будет. Ну, то есть она, поскольку в материалах дела имеется... У нас, получается, в материалах дела имеется документ, который ею подписан, и который сторона ИСЦА прилагает в качестве доказательства своей позиции по делу. Поэтому я считаю, здесь нужно опросить Колесникову. То есть у меня есть вопросы, я как сторона по делу имею право задавать вопросы. Сторонам? Не только сторонам, но и вот этому лицу, который подписал данный документ. Если суд посчитает необходимую, я не вижу никакой необходимости для вызова этого специалиста, потому что сторона ИСЦА представила доказательства по делу. Вот если вы это доказательство по делу будете оспаривать, и у нас возникнут какие-то сомнения с учетом тех доводов, которые вы нам изложите, тогда суд будет решать вопрос о вызове специалиста. А на стадии подготовки, когда вы нам не говорите, в чем у вас какой-то вопрос, а говорите только, что у меня к ней будут вопросы. Ну, если у вас есть к ней вопросы, идите к ней и задавайте по месту ее работы. А в суде мы только юридически значимые обстоятельства исследуем. Поэтому пока вы нам не замотивировали, в чем вы оспариваете это доказательство, это оспаривание доказательств у вас. Нет, уважаемый суд, это мое процессуальное право задать вопросы. Ну, вы как-то не совсем правильно понимаете ваше процессуальное право в таком случае. Если доказательства будете оспаривать, я вам уже второй раз поясняю, приведете доводы, тогда суд будет решать в процессе вот это ваше ходатайство о необходимости вызова специалиста, который, я так понимаю, делал в заключении, либо, возможно, возникнет у нас тогда какой-то другой вопрос. Вы не согласны с суммой? Я сейчас не готова пояснить свою позицию по делу. Но если вы не готовы пояснить позицию, то как можно заявлять в задательство об испаривании, вызове специалиста? Вызов специалиста может быть только в связи со спариванием доказательств? Ну, нет, не только. Специалист, он может изложить свою точку зрения по поводу специальных вопросов, а здесь как раз таки специальный вопрос. Поскольку суд уже не обладает специальными познаниями в области оценки, поэтому здесь и прилагается, как я понимаю, вот эта справка. Поэтому здесь в связи с этим у меня ходатайство, поэтому извиняюсь. Ну, если я литвизом с вами заниматься не буду, это уж точно. По вашему ходатайству я рассказалась. Здесь вот, например, вот текст прерывается какой-то, ну, просто уважаемый суд, непонятно мне. Здесь вот в самом документе, да, текст прерывается, на следующей странице уже там какой-то совершенно другой текст начинается. Вы нам не высказываете свою позицию. Если будете оспаривать доказательства, вы приведете нам мотивы. И тогда, когда вы нам приведете мотивы по оспариванию доказательств, мы будем это рассматривать. Так, учитывая, что вы не первый раз участвуете в прогрессах, вы должны уже все знать. Так, никто никуда не выезжает. Нет, это можно чаем делать. Тогда я бы вас назначила, чтобы далеко не откладывать, на 7 августа на 14.30. Так, все могут? Нет, уважаемый суд, у меня уголовный процесс. А вы какое отношение к уголовному процессу имеете? Сторона по делу. Кто? Потерпевший. Так, у нас в суде? Да. Так, седьмого. Нет, десятое нельзя. Так, Петров. Можно девятое? Пятнадцать. Четырнадцать часов Царева у меня. Я не знаю, как там быстрее это рассматривается. Так, я, конечно, подстраиваюсь под адвокатов, вы у нас адвокатом не являетесь. Но давайте там смотреть, что у вас столько много процессов. Много имущества, много процессов. Четырнадцатое число. Девятое число. Четырнадцать часов Царева. С Магдалиной тоже? Да. Большой процесс был? Да, я не знаю, как там будет в суде развиваться событие. Ну давайте на 15, если что, маленько задержитесь у меня там дальше. 9 августа 15. Так, 0908 в 15 расписываюсь.